добрый день уважаемые ребята мы с вами сегодня начинаем изучение очень интересной темы солнечная система и планеты и так ребята это изображение нашей солнечной системы посмотрите пожалуйста какие планеты представлены в нашей солнечной системе это планета меркурий планета венера планета марс планета земля планета юпитер планета сатурн планета уран планета нептун и карликовая планета плутон ребята что же такое вселенная вселенная как мы называем все что существует в космосе она так велика что ее размеры трудно себе представить она состоит из миллиардов звезд и планет огромных облаков газа разделенных между собой гигантскими пустыми пространствами итак вся солнечная система это всего лишь часть другой большой системы которая называется галактикой так выглядит наша галактика млечный путь это спиральная галактика слово солнечное означает принадлежащее солнцу наша солнечная система располагается в двадцати восьми тысячах световых лет от центра млечного пути кроме солнца и восьми планет вращающихся вокруг него в нее входят спутники планет осколки камней металлов и льда а также огромное количество пыли и так ребята планеты солнечной системы планеты земной группы это меркурий венера земля марс планеты гиганты это юпитер сатурн уран нептун солнце это звезда самая ближайшая к земле температура на поверхности солнца 6000 градусов цельсия в центре достигает 15 миллионов градусов цельсия солнечный свет идет до земли за восемь с половиной минут солнце это центральная и единственная звезда солнечной системы и так ребята посмотрите пожалуйста размеры солнца в сравнении с другими известными планетами планета антарес планета битильгейзе и вот там небольшой крошечный шарик это наша планета солнца планета меркурий ближе всех к солнцу эту планету назвали в честь древнеримского бога покровителя торговли и путников надев свои крылатые сандалии меркурий мчался на алип принося вести его жителям точно так же и меркурий самая быстрая планета которая совершает полный оборот вокруг солнца за восемьдесят восемь земных суток диаметр планеты равен 4880 километров а масса составляет всего лишь 6 процентов массы земли по этим параметрам а также по рельефу поверхности планета похоже на луну также на меркурий есть кратеры и горы как на нашем спутнике луне сама планета практически лишена газовой оболочки атмосферы спутников у нее тоже нет а из-за того что меркурий очень близко к солнцу температура на планете достигает плюс 400 градусов по второй от солнца орбите движется планета венера венера одна из самых красивых планет в солнечной системе если посмотреть на звезды и небо то она сияет ярче всех звезд поэтому и названа в честь богини красоты и любви по размеру венера немного меньше нашей земли но имеет плотную атмосферу которая на 96 процентов состоит из углекислого газа co2 и на 4 процента состоит из азота n2 такая атмосфера удерживает тепло поэтому температура на планете поднимается почти до 500 градусов давление атмосферы у плане у поверхности венеры в сто раз превышает то давление которое имеется у полюсов земли в основном поверхность представлена холмистыми равнинами хотя есть и горные участки спутников у венеры нет по третьей орбите вращается планета земля земля это единственная планета в солнечной системе на которой существует жизнь слой газов окружающей землю называют атмосферой она служит щитом задерживающим вредную солнечную радиацию состав атмосферы нашей планеты азот 78 процентов кислород примерно 21 процент углекислый газ 0,03 другие газы примерно 1 процент в такой атмосфере появляются облака веют ветры и перемещаются циклоны поверхность земли на 70 процентов покрыта водой земля проходя по орбите вокруг солнца еще вращается вокруг своей оси со скоростью 1600 километров в час это занимает 24 часа после меркурия венеры и земли располагается марс который по цвету напоминает огонь и кровь поэтому его назвали в честь бога войны по размерам планета в два раза меньше земли и почти в 10 раз меньше ее по массе на марсе тонкая разреженная атмосфера представленная в основном углекислым газом на поверхности равнины и горы например гора олимп высотой 27 километров в прошлом была вулканом который потух у полюсов планеты видны белые полярные шапки которые состоят из смеси льда и углекислого газа еще одной из важных характеристик марса является четкая смена времен года во время лета полярные шапки уменьшаются а зимой становится больше температура достигает минус 70 градусов цельсия и только возле экватора может подниматься до нуля эта планета красного цвета из-за большого содержания железа на поверхности у марса есть два спутника в греческой мифологии сыновья марса и венеры фобос что означает страх и деймос что означает ужас всегда сопровождали своего отца так и наши спутники всегда вертятся вокруг марса ребята посмотрите пожалуйста на эти планеты давайте мы их сравним и так планета марс средняя температура минус 53 градуса цельсия на планете венера температура плюс 477 градусов цельсия а на нашей планете земля температура плюс 15 градусов цельсия посмотрите пожалуйста на содержание углекислого газа на марсе 95 процентов на венере 98 процентов а на планете земля менее 1 процента всего лишь 0,03 зато азота на планете марс 2,7 процента на планете венера 1,9 процента а на планете земля семьдесят восемь процентов вода на марсе находится в состоянии льда вода на венере находится в состоянии пара и только на планете земля вода представлена в трех агрегатных состояниях это лед пар и жидкость тогда возникает вопрос а почему планета земля так сильно отличается от других подобных ей планет оказывается благодаря тому что на нашей планете зародилась жизнь все живые организмы планеты со временем изменили ее таким образом благоприятные условия для жизни на планете земля создает сама жизнь это очень важный тезис который мы с вами должны понимать и так ребята у планеты земля есть спутник луна луна находится в четырехстах тысячах километрах от земли луна очень большой спутник если сравнить ее с землей она всего в четыре раза меньше земли на луне разрежена атмосфера а на поверхности есть материки это горные районы которые выглядят более светлыми и моря высота некоторых гор достигает 9 километров моря выглядят более темными участками из-за того что это застывшая вулканическая лава также есть огромные кратеры образовавшиеся в местах ударов метеоритов и так ребята луна сама не светится и мы видим ее только тогда когда она освещена солнцем смена фазы луны обусловлено переменами в условиях освещения солнцем темного шара луны при ее движении по орбите с изменением взаимного расположения земли луны и солнца граница между освещенной и не освещенной частями диска луны перемещается что и вызывает изменение очертаний видимой части луны луна обращается по орбите вокруг земли и тем самым угол между землей луной и солнцем изменяется и мы видим это явление как цикл лунных фаз посмотрите пожалуйста новолуние растущий месяц первая четверть луны растущая луна полнолуние убывающая луна третья четверть убывающий месяц и так ребята с луной связаны также приливы и отливы это периодические колебания уровня океана или моря являющийся результатом воздействия приливных сил луны и солнце приливы и отливы вызывает изменение в высоте уровня моря а также периодические течения известные как приливные течения посмотрите пожалуйста на картинку одно и то же место во время отлива и во время прилива юпитер относится к группе планет гигантов это планеты не имеют плотной поверхности наблюдаемый в телескоп поверхности этих планет образованы плотными облаками если сравнить землю с юпитером то он будет больше по объему в 1320 раз а по массе тяжелее в 314 раз неудивительно что он является самой большой планетой солнечной системе превосходя по массе не только землю а и все остальные планеты название планета получила в честь самого главного римского бога на юпитере имеются длинные полосы облаков в верхнем слое атмосферы дуют ураганные ветры со скоростью превышающей 500 километров в час внутри юпитера имеется плотное каменное ядро планета имеет кольца но они достаточно тонкие температура составляет минус 130 градусов цельсия что связано с отдаленностью от солнца юпитер имеет около 65 спутников таких как метида адрастея амалтея тэба и о европа ганимед калиста леда и так далее самым крупным спутником является ганимед планета сатурн шестая планета солнечной системы период обращения планеты вокруг солнца составляет 29 лет сутки на сатурне длятся почти 10 часов 14 минут планета имеет 17 спутников сатурн это шестая планета от солнца названа в честь древнеримского бога покровителей земледельцев сатурн располагается в 10 раз дальше от солнца чем земля а по своему строению он очень напоминает юпитер уникальность планеты заключается в том что именно сатурн имеет самые широкие кольца их ширина достигает нескольких десятков тысяч километров хотя в толщину они порой не более одного километра количество спутников по самым современным данным достигает 62 температура на поверхности опускается ниже 170 градусов цельсия уран 7 по удаленности планета солнечной системы минус 218 градусов цельсия из-за того что планета окрашена в светло-голубой цвет ее назвали в честь древнегреческого бога олицетворявшего небо по размерам уран в 4 раза больше нашей земли и в 15 раз массивнее в основном состоит из водорода и гелия а в центре него находится каменное ядро температура на поверхности достигает минус 200 градусов цельсия а скорость ветров достигает 100 километров в час удивительно для науки то что ось вращения урана практически лежит в плоскости ее орбиты уран описывают 9 колец и 27 спутников вращаются вокруг него нептун планета была названа в честь римского бога морей нептун также состоит в основном из водорода и гелия а температура на поверхности очень низко из-за удаленности от солнца в атмосфере нептуна бушует самые сильные ветры среди планет солнечной системы 2100 километров в час температура в верхних слоях атмосферы минус 220 градусов цельсия по современным данным нептун имеет 13 спутников а теперь поговорим о планетах карликах такой является плутон плутон самая маленькая планета в солнечной системе ее размеры сравнимы с нашей луной из-за того что орбитальное вращение урана и нептуна отклонялась появилась мысль о существовании этой девятой планеты в солнечной системе однако 24 августа 2006 года интернациональный астрономический альянс в праге постановил что плутон планетой не является поскольку было введено новое определение планеты оно гласит статус планеты присваиваются небесному телу которая движется по орбите вокруг солнца принадлежащий только данному небесному телу владеет достаточной массой для образования гравитационного поля вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму это значит что только те планеты которые соответствуют этому определению могут носить этот статус как следствие плутон стал относиться к карликовым планетам а теперь давайте сравним размеры планет итак посмотрите пожалуйста наша планета земля является одной из небольших планет в солнечной системе по сравнению с планетами гигантами долгое время преобладала система мира которую предложил клавдий птолемей но благодаря развитию мореплавания в 14 16 веках изменилась карта мира так фернан магеллан доказал что планета не плоская а шарообразная в 1514 году польский священник николай коперник наблюдал за солнцем и луной изучал взгляды древних мыслителей и современников а также с помощью математических расчетов выяснил что в центре вселенной находится солнце вокруг которого вращается земля и остальные планеты звезды относительно неподвижны но из-за того что земля вращается вокруг своей оси совершая полный оборот за 24 часа то кажется что звезды движутся многие были сторонниками данной теории джордана бруно благодаря чему она распространилась и укрепилась как новая система мира джордана бруно считал что солнце и вращающийся вокруг планеты всего лишь часть безграничной вселенной в которой могут быть и другие звездные системы подобные солнечной и что на других планетах тоже могут быть какие-нибудь живые организмы взгляды джордана бруно в то время были опровергнуты хотя многие из его догадок на сегодняшний день считаются верными а итальянский ученый галилео галилей был одним из первых кто стал рассматривать небесные тела в свой телескоп который давал увеличение всего лишь в 30 раз но даже это позволило ему сделать множество открытий так он сумел определить неровности и кратеры находящиеся на поверхности луны увидел что у юпитера есть спутники что было поистине важным открытием ведь таким образом галилей доказал возможность существования спутников таких как примеру луна для земли также он заметил что черные пятна на поверхности солнца перемещаются и сделал вывод что солнце вращается 3 ноября 1957 года на околоземную орбиту отправился первый космический путешественник это была собака лайка 19 августа 1960 года были отправлены собаки белка и стрелка которые провели 24 часа на орбите и вернулись на землю в специальной катапультирующей капсуле прорывом в развитии изучения космоса был полет первого человека который был осуществлен 12 апреля 1961 года первый космонавт юрий алексеевич гагарин провел 108 минут на околоземной орбите в течение которых было изучено как человек ведет себя в космосе и как чувствует себя в условиях невесомости а теперь давайте поговорим как же зарождаются звезды и так звезда это огромный раскаленный пламенный шар который может существовать долгое время за счет внутренних источников энергии как только топливо которое находится в недрах земли выгорает то на звезду большее воздействие оказывает сила гравитации и превращает ее в белый карлик нейтронную звезду или черную дыру в развитии звезд можно выделить следующие этапы и так первый межпланетное облако из газа и пыли в диаметре около одного светового года находится в состоянии равновесия но как только на него подействуют какие-либо силы например взрыв какой-либо звезды внутри облака начинают происходить необратимые процессы в результате чего она сжимается и начинает следующий этап второе по мере коллапса это процесса сжатия внутри прото звезды начинают повышаться температура и давление именно на этом этапе начинает играть роль начальные размеры будущей звезды так если масса зарождающейся звезды невелика происходит формирование коричневого карлика которому настоящей звездой уже не стать таких объектах в нашей вселенной найдено немного потому что обнаружить их достаточно сложно никаких процессов внутри черного карлика не происходит эти небесные тела определяет по незначительному тепловому излучению которое есть из-за газа планетного межпылевого облака третий этап на этом этапе звезда изнутри разогревается настолько что начинают протекать термоядерные реакции такую звезду можно считать родившийся но пока она окружена остатками газа и пыли если облако вращалась очень быстро то из этого окружения может сформироваться планетарная система четвертое данный этап считается самым продолжительным потому что включает в себя горение водорода это основное вещество из которого состоят звезды если звезда по массе равна солнцу то длительность процесса составляет от пяти до десяти миллиардов лет в тот момент когда топливные ресурсы заканчиваются звезда начинает расширяться пятый этап на этом этапе умирающая звезда сбрасывают свою газовую оболочку этот бурный процесс может сопровождаться взрывами такая оболочка снова возвращается в космическое пространство и принимает участие в формировании новых звезд и на конечном этапе звезда настолько сжимается что может превратиться в белый карлик черную дыру или нейтронную звезду в развитии звезд с различной массой могут наблюдаться некоторые различия таким образом на третьем этапе могут сформироваться либо звезды по массе равные солнцу либо с гораздо большей массой тогда на четвертом этапе по мере прогорания водорода внутри звезды из них при расширении формируется либо красный гигант либо красный сверх гигант на пятом этапе если звезда была типа солнца то в процессе сбрасывания оболочки образуется газовая туманность а если сверх новая звезда больше солнца то она взрывается на шестом этапе из звезды равной солнцу как правило формируется белый карлик известно что у белого карлика плотность вещества настолько велика что если взять хотя бы чайную ложечку этого вещества и принести на землю то она весила бы несколько тонн иначе заканчивают свой звездный жизненный путь небесные образования с большей массой чаще они перерождаются в черные дыры или нейтронные звезды и так ребята а что же такое астероиды состав солнечной системы входят не только большие планеты но и множество небольших тел одними из которых является астероиды малые планеты они вращаются между планетами марса и юпитера сейчас известно около пяти тысяч астероидов все эти тела небольшие с диаметром от 1 до 10 километров обладают неправильной формой до конца не выяснено происхождение пояса астероидов но существует две основные теории первая основана на том что между марсом и юпитером когда-то вращалась планета которая была разрушена вследствие чего остались астероиды суть второй теории заключается в том что во время формирования солнечной системы остался некий строительный материал который теперь представлен астероидами кометы одним из самых интересных представителей солнечной системы являются кометы что в переводе с греческого означает волосатые с древности самый сильный страх наводило появление кометы потому что их считали предвестниками бед голода воин накопленные знания о кометах подтверждают то что эти небесные тела входящие состав солнечной системы из-за того что кометы вращаются по очень вытянутым орбитам они то приближаются то удаляются от солнца именно в тот момент когда комета максимально приближена к солнцу у нее появляется газовый хвост поскольку в состав небесного объекта входит вода направление хвоста всегда одинаково от солнца под действием солнечного тепла многие кометы разрушаются а частички их пыли рассеиваются в космическом пространстве метеориты этот кратер образовался около пятидесяти тысяч лет назад в результате падения железного метеорита диаметром 30 50 метров кратер имеет 1200 метров в диаметре и 200 метров в глубину вот такой вот интересный факт метеоры это явление наблюдающийся в виде кратковременных вспышек возникающие при сгорании в земной атмосфере мелких метеорных объектов например осколков комет или астероидов метеоры проносятся по небу иногда оставляя за собой на несколько секунд узкий светящийся след после чего исчезают выяснилось что метеоры являются космическими телами которые приходят в атмосферу земли извне со скоростями от 11 километров в секунду до 72 километров в секунду и на высоте около 80 километров сгорают в ней следует различать метеоры и метеориты метеором называется не сам объект то есть метеорное тело а явление то есть его светящийся след это явление будет называться метеором независимости от того улетит ли метеорное тело из атмосферы в космическое пространство сгорит ли в ней или упадет над землю в виде метеорита посмотрите пожалуйста гоба самый большой найденный метеорит ребят и дополнительные материалы вы можете посмотреть отсканировав штрих-код и перейти на сайт посмотрите пожалуйста экологичная видеопередачи информация про биотическую регуляцию информация про сохранение биоразнообразия выступление профессора эмиля джапаровича шукурова дополнительные материалы ребята вы все огромные молодцы сегодня благодарю вас за работу до свидания